Добрый день! Мы сегодня поговорим о субфертильности, потому что нам надо разобраться, где же субфертильность, а где бесплодие. Эта тема возникла в середине прошлого века недаром. Очевидно, существуют различные градации и степени выраженности бесплодия, которые требуют совершенно разных усилий. Это было справедливо подмечено, однако до сегодняшнего дня отсутствуют четкие подходы и решения данной проблемы. Дело в том, что рассмотрение субфертильности прежде всего предполагает исключать такие казусы в нашей жизни, как полипрагмазия. Для того, чтобы говорить о субфертильности бесплодия, надо вначале пару слов сказать об обязательных условиях зачатия. Обязательные условия зачатия и их нарушения являются очевидными факторами бесплодия и характерны именно для бесплодия, но отнюдь не для субфертильности. Дело в том, что при субфертильности в основном преимущества имеют неочевидные факторы, о которых нам сложно что-либо утверждать, но мы видим, что они сопряжены с увеличением времени ожидания беременности. Итак, если мы говорим о нарушениях обязательных условий зачатия при бесплодии, то здесь важно отметить, что данная классификация нам позволяет включить абсолютно любую патологию, известную сегодня и неизвестную, которая будет определена, возможно, в дальнейшем в один из этих сегментов, которые предполагают нарушение тех перечисленных обязательных условий зачатия, о которых речь шла в предыдущем слайде. И здесь справа мы видим структурное представительство этой патологии у людей при бесплодии. Чем же принципиально отличается субфертильность от бесплодия? Субфертильность – это природный или приобретенный фактор состояния низкой плодовитости у части представителей фертильной популяции. Субфертильность, в отличие от бесплодия, всегда должна заканчиваться беременностью, рано или поздно. Иначе пара просто переходит в категорию бесплодных из категории субфертильных. Эти два понятия не являются идентичными. Это было отмечено первым автором, который отметил это состояние. Однако время ожидания беременности, time to pregnancy или TTP, я буду далее говорить, превышает среднее по популяции. Поэтому состояние субфертильности является состоянием бесплодия или бездетности, которое очень близко к состоянию бесплодия. Но мы будем дальше говорить об отличиях. Это прежде всего для субфертильности характерны природные факторы, которые объясняет концепция малых стигм. Концепция малых стигм говорит о том, что в основе любого патологического состояния, и это распространяется не только на бесплодие, лежат малые стигмы развития органов или тканей, что приводит к нарушению функции, но и неполному его выпадению. Именно поэтому мы рассматриваем субфертильность, а не бесплодие. В данном случае это проявляется различными фенотипическими отличиями развития репродуктивной системы. В частности, мы поговорим сегодня о женской репродуктивной системе и покажем эти отличия. Фертильность не является абсолютной категорией. Она не может характеризовать такими терминами, как да или нет, плюс или минус, есть или отсутствует. Фертильность представлена самыми разными проявлениями. Давайте не путать ее со стерильностью. Это единственное состояние, при котором фертильность отсутствует. В виде спектра между двумя конечными точками и на данной таблице мы видим этот спектр сокращенный до шести категорий. Субфертильность, как мы видим, находится внизу фертильной группы, плодовитой группы и близка к переходным состояниям, из которых пара может попадать как вверх в фертильный, так и инфертильный. И наша задача сделать все, чтобы она оказалась вверху. Итак, какие же природные факторы являются факторами субфертильности? Это малые стигмы развития. Однако существуют и приобретенные особенности, которые мы относим к малым стигмам. Это различные заболевания и синдромы, которые не сопровождаются наличием очевидных условий, нарушения обязательных условий зачатия. То есть, когда мы не говорим о бесплодии как таковом, мы различаем спорадические природные факторы и постоянного действия. Спорадические, они не укладываются в понятия синдромов, например, как спорадические циклы недостаточности лютеиновой фазы или ЛНФ, или появление периодически функциональных кист. Это не есть синдромальное состояние спорадическое, но оно увеличивает время ожидания беременности. И time to pregnancy становится иногда критичным, и тогда мы относим эту пару к состоянию субфертильной. Ну, а к постоянным природным факторам относятся такие, например, как неблагоприятные фимбрио-авариальные отношения, флюктуационная, билатеральная, анатомическая или функциональная асимметрия гонат, сосудов, а также фаллопиевых труб, о чем мы поговорим немножко позже. Что касается прочих природных и приобретенных факторов, то это могут быть неочевидные факторы, потому что очевидные факторы мы, как правило, относим к бесплодию. Но если мы говорим о субфертильности, то это могут быть приобретенные или врожденные дефекты барьеров гематофолликулярного, гематотестикулярного и прочих мембранных барьеров, основанием для которых являются, в общем-то, опять же, врожденные, малоэстинные, такие как грыжи различные, операции по поводу грыж. У женщин это может быть варикоз, яичников, аварика, варикоцели, травмы и так далее половых органов. Сейчас у андрологов очень широко обсуждается тема субфертильности мужской. И мы знаем, что шестая, последняя классификация сперматологии, то есть оценки оплодотворяющей спермы, вынесла сомнительную зону, серую зону. Это и есть субфертильность. Ну, а также заболевания, которые не сопровождаются нарушением обязательных условий зачатия. Иначе мы это отнесем не к субфертильности, а к бесплодию. Итак, на данной табличке мы видим, чем принципиально отличается субфертильность от бесплодия. Самостоятельная беременность прогностически существует. Время ожидания беременности, ТТП, меньше, чем при бесплодии. Доминируют неочевидные врожденные внутренние факторы, а также чаще встречается первичное бесплодие, нежели вторичное. При бесплодии ситуация выглядит немножко по-другому. Итак, что еще характерно для субфертильности? Часто отсутствуют очевидные причины бесплодия, и мы не можем установить диагноз, что является родственным состоянием бесплодия неясного генеза. И это тоже нам важно знать. Мы видим таблицу, которая показывает основные отличия субфертильности от бесплодия. Это продолжительность, time to pregnancy, в пределах двух лет. Это возраст женщины до 35 лет. И эта возможность самостоятельной беременности всегда сохранена. При этом очевидные факторы бесплодия отсутствуют, не диагностированы, тогда как при бесплодии все выглядит совсем наоборот. А перспектива решения проблемы с бесплодием требует применения хирургии или вспомогательных репродуктивных технологий. Это пример расчета time to pregnancy у пары бесплодной, которая обратилась с жалобой на бесплодие один год. На самом деле, 7 лет пара еще использовала прерванный половой акт. Таким образом, если мы учтем индекс Перля, то мы здесь обязаны высчитать, что 23 месяца эта пара имеет скрытую форму бесплодия, о которой они и не подозревают. Поэтому вот таким образом нам нужно рассчитывать TTP для того, чтобы понимать, куда же относится пара, субфертильной или бесплодной. Диагностика природных факторов субфертильности. С этой целью нами были разработаны 5 основных методов, которые используются как индивидуально, так и в различных комбинациях. Все они были опубликованы в соответствующих годах. Это техника трех треков. Это самая главная методика использования мобильного гидроакустического окна. Это ультразвуковая симптоматика оценки функционального состояния дистальных отделов фаллопиевых труб. Это изучение фимбриево-реальных отношений и оценка преобуляторной стиги. Первый метод. Ультразвуковая техника трех треков. Она нужна для определения топографии нижних отделов малого таза и тазового дна. Вы видите уретру, влагалище и ректум. И мы видим, что такую картину оператор может получать даже в течение стабильной, во время исследования. И четко понимая локализацию органов. Это нам важно в последующем при определении фимбриево-реальных отношений, которые очень важны в оценке механизма захвата яйцеклетки. Ультразвуковая техника зеркала мобильного гидроклассического окна является ведущей и основной среди методов диагностики субфертильности женской. Мы видим, что благодаря этой технике и контрастированию жидкости, которая находится естественным образом в брюшной полости, в данном случае после обуляции, можно контрастировать прекрасно нежные, обычно невидимые, невизуализируемые органы, как дистальные отделы фаллопиевых труб. Здесь проводится функциональная оценка состояния дистального отдела фаллопиевой трубы. Здесь гибкие эластичные эфимбрии, они пульсируют, а здесь они ригидные, с участками фиброза. И понятно, что несмотря на то, что данная труба проходима, она не функциональна, имеет очень низкую функцию. Это не значит, что беременность там исключена вообще, но мы должны, все наши оценки в этой категории всегда носят относительный характер. Фимбриево-реальные отношения. Вот классическая картина. Ампула трубы, яичник, воронка трубы. Здесь мы видим яичник, и рядом со стороны латерального полюса вы видите, появляется воронка фаллопиевой трубы. Опять же, благодаря методике использования мобильного гидроакустического окна. Следующая методика. Это диагностика преобуляторной стигмы. На данном ролике мы видим вот это ткани, остатки тканей капсулы яичника, а это уже основание стигмы овуляции. Вот здесь мы видим, более я сделаю увеличено, вы видите стигму овуляции, вот ее дом, то есть конус, или же полусфера, а это основание стигмы овуляции. Всего различают 4 стадии формирования стигмы преобуляторной, но я сейчас на них не буду останавливаться. Это методика, которая позволяет прогнозировать ановуляторное состояние по типу персистирующих фолликулов и патологии желтого тела, то есть аберрантный желтый тел, в результате аномалии развития преобуляторной стигмы, мы видим, появляется желтое тело с недостаточностью функции. Общие принципы ведения субфертильной пары, это, хочу обратить внимание, что установление конкретной причины чаще всего это тупик. Вот мы должны исключать 5 основных нарушений, перечисленных, обязательные условия зачатия. Если они не нарушены, больше рыть ничего не нужно, нужно переходить по следующему алгоритму, на котором мы остановимся позже. Все наши действия должны быть нацелены на получение беременности. И основным принципом является исключение сверхчрезмерной диагностики и чрезмерного лечения. Как видите, это не только наша беда, но и во всем мире. Буквально последний слайд наш. Алгоритмы ведения субфертильных пар. На что я хотел бы здесь обратить внимание? Полностью их пояснять я не буду. Важно обратить внимание, что вся диагностика должна занимать не более 2-3 циклов, и все лечение должно составлять не более 3-4 циклов. И лечение наше достаточно ограничено. Когда мы пройдя контролированную овуляцию, индуцированную овуляцию, внутриматочные инсеминации, лечение возможной сопутствующей экстрагенитальной патологии, эндокринной патологии, мы стоим перед необходимостью проведения гистерой лапароскопии. Но эта процедура проводится по показаниям. Тем не менее, мы уже на этом этапе выходим, по сути дела, из категории субфертильности. Но поскольку у женщин нельзя делить на части субфертильные и бесплодие, мы понимаем, что рано или поздно, если мы не получим беременность, женщина перейдет пара в разряд бесплодных. Поэтому дальше ее ждет гистероскопия, лапароскопия и эко. Но если мы успели все провести, и наши критерии еще показывают, что пара находится в параметрах оценки субфертильности, а не бесплодия, то мы возвращаемся назад и можем еще ждать. Еще нет показаний для проведения эко. И вот для этого мы это делали. Это книга, монография, где все это изложено. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...